Осталось только повернуть ключ, и там, за дверью, она. Новая квартира. Детский врач-невролог Елена Волченко работает в Видном 17 лет. 17 лет лечит видновских детей, 17 лет живет в общежитии. И вот, кажется, последняя веха на своем заключительном этапе. Немаловажно для женщины гардеробная комната. Очень просторная. Впервые за историю города глава вручает сразу пять комплектов ключей. Я не скрою, что в результате реализации инвестиционных контрактов на территории нашего района мы получили отряда застройщиков в конце 2014 года, уже в начале 2015 года определенное количество квартир. Нашей основной задачей муниципальной власти, государственной власти, Московской области является обеспечение жилыми помещениями специалистов социальной сферы. Жилье для работников. Необходимо как воздух. Нет секрета в том, что ситуация в поликлиниках Видного критичная. Участковых специалистов вдвое меньше, чем самих участков. К врачам узкой специализации не попасть, потому что их нет. В поликлинике придумывают новые графики работы, но все не впрок. У нас ниже 50% укомплектованность кадров. И если сейчас кто-то звонит и спрашивает место, то они никто не хотят жить в общежитии. Они хотят жить сегодня, сейчас и комфортно. Плюс рукой подать до Москвы, где условия для врачей и зарплата существенно слаще. Заведующие поликлиниками разве что не плачут. Врачи уходят. Ну или планируют уходить. Да, вопрос о переходе в другое учреждение рассматривался, когда же личный вопрос был не решен. Но именно то, что я привыкла к месту, меня очень сильно сдерживало. Вот сдерживающий фактор в свеженькой новостройке выдают врачу-неврологу Сергею Шарову, неврологу Елене Волченко, семье Кузьминых, это сразу два врача детской поликлиники, и врачу-травматологу Сергею Николаеву. Радость радостью, но все точки над ей счастливые обладатели стараются расставить на месте. Олег Владимирович, хотелось бы, чтобы когда-нибудь детишкам она перешла. Эти квартиры специализированы жилье. То есть это люди для... эти квартиры выделяются конкретно для специалистов. Да, разговор о собственности на данные объекты недвижимости пока не ведется. В дальнейшем будет учитываться стаж врача на территории Ленинского района. Квартиру можно будет выкупить. Разумеется, не сразу. Главное удержать специалистов. И это сегодня единственная возможность привязать такие ценные кадры к месту. Руководители уверены, если врачей обеспечат жилплощадью, проблема нехватки кадров решится в рекордные сроки. Если вы этим доработаете у нас, как я вам сказал, до глубокой старости, то вы эту квартиру получите практически даром. У нас идет положительный эффект. Я думаю, что через месяц мы закроем эту тему. И у нас, надеюсь, что будет все прекрасно и хорошо. Прекрасно и хорошо непременно будет, если акция по выдаче ключей не станет единоразовой. Глава города заверяет, до конца года еще 10 семей медиков станут новоселами. Очередь на квартирах хоть немного сократится, а там, глядишь, и очереди в городских поликлиниках станут короче. Татьяна Кременецкая, Алексей Иванов, Павел Игнатьев, Анастасия Нурхонова. Видное ТВ.